Простых чисел, которые дают остаток три пределения на четыре, бесконечно много. Можете ли вы объяснить это? Повторяю вопрос. Почему на свете существует бесконечно много простых чисел, понимаете, дающих остаток три пределения на четыре? Да, просто. Может быть, в том, что существует бесконечное число, бесконечное число, которое делится на четыре из остатка, и каждому из них можно прибавить три? Ну, прибавить, конечно, можно, это запросто. Но когда вы прибавите три, а вдруг оно представимо в виде произведения тройки и числа, дающего остаток один пределения на четыре. И опять, то, что некоторое количество простых чисел, дающих остаток на три пределения на четыре, это лишь факт. Но почему не может быть так, что вот, которые дают остаток один, бесконечно много? Вообще, простые числа – это двойка, это четко простые числа. Те, которые дают остаток один, и те, которые дают остаток три. Правильно? Мы знаем, что всего простых чисел бесконечно много. Почему бы не быть такому, что чисел, которые дают остаток один, бесконечно много, а чисел, которые дают остаток три, их множество – конечное. Здесь вам может помочь то самое егидовское доказательство. Второй вопрос. Рассматриваем не все подряд простые числа, а числа разделим на два типа, которые дают остаток один, это отдельный чисел, и которые дают остаток три, пределения на четыре, это двойки. Понятно, что есть еще отдельный чисел, что мы делали в Киевском районе. Перемножали все существующие простые числа и прибавляли их не туда. Замечательно. А сейчас я беру и говорю опять. Предположим, что вот таких простых чисел – конечное множество. Выпишем их все. Тройка, семерка, что там еще бывает? Одиннадцать бывает, девятнадцать, двадцать три. Ну, я не могу все липсить, их там много, конечно. И самое последнее из них – это некоторое число П. Замечательно. Перемножим. Подражание Евглиду мы их, конечно, все перемножим. Что с тем? Но вот единственное, что прибавлять единицу, наверное, не стоит, потому что мы не знаем, дель причитать тоже не стоит, потому что мы не знаем, сколько их тут штук. Понимаете, если их четное количество, то тогда остаток будет тублять. Если триочка три – это остаток «один», пределение «четыре». Если есть четное количество штук, остаток будет один. Если их нечетное количество, остаток будет три. Мы не очень знаем. Ребята, здесь простой способ. Взять и на всякий случай умножаем. После этого остаток безусловно будет равен чему? Нулю. И после этого возьмем и вычтем единицу. Итак, учетверенное произведение всех простых чисел, дающих остаток 3 при делении на 4, и еще минус 1. Вот получилось какое-то число. Скажите, пожалуйста, какой остаток дает это число при делении на 4? Какое это? 3. Число А дает остаток 3. Ну, все это видно. Здесь остаток 0, потому что 4 делится. Единичку вычли, иначе получилось остаток 3. Число А это натуральное число. Почему? Просто потому, что у нас здесь стоят какие-то числа, и их достаточно много. Да, их перемножить и получить большое число. Число А это натуральное число. Любое натуральное число можно разложить на простые множики. Согласны? Отлично, пишем. Ну, мы не даем, что это само простое. Может быть, это произведение нескольких. В общем, ребята, мы не знаем, что К может быть равно единице, может быть больше единицы. Важно, что число А это произведение простых каких-то чисел. Теперь вопрос. Эти числа У. Какой дают остаток при делении на 4? Хотя бы А дают остаток 4. Правильно. Если бы они все были бы того типа, если бы они все давали остаток 1, то у нас получилось бы одиннажды, одиннажды, одиннажды и так далее. был бы остаток 1, а вот число А остаток 3. Значит, хотя бы, давайте запишем. Хотя бы одно из чисел вот этих Ку1, Ку2 и так далее. Дает остаток 3 при делении на 4. Ну вот его-то мы и возьмем. Какой-нибудь там Ку дает остаток 3 при делении на 4. И это простое число. Понимаете, почему получилось противоречие? Если бы вот эта Кушка была бы где-то здесь, среди них, то у нас получилось бы, что А не делится на. Потому что здесь перечислены все простые числа, дающие остаток 3 при делении на 4. Если у нас простое число дает остаток 3, то здесь не должно быть. Ну, и получается, что вот эта штука делится на Куэмная, а еще единицу вычли, не делится. А А вообще так должно делиться. Противоречие поняли? Отлично. Отлично. Значит, я только что доказал замечательную совершенно вещь, что чисел, которые дают остаток 3 при делении на 4, множество таких чисел, что? Бесконечно. Бесконечно. Замечательно. Так вот, ребята, я считаю, что было бы очень здорово, если бы я сумел на этом лектории, но это точно не сегодня, для этого точно потребуются хотя бы 2 лекции, но если бы я вам сумел доказать такую же замечательную штуку, что если берешь минус 1 треть, плюс 1 пятую, минус 1 седьмую, идей уходили? Простые числа, которые дают остаток 3, обратное к ним, берем с минусом. Значит, там дальше что у нас будет после 1 седьмой? минус 1 одиннадцатая, плюс 1 тренадцатая, минус 1 какая-то? Девнадцатая. Кстати, плюс 1 семнадцатая, правильно? Минус 1 девнадцатая. Минус 1 девнадцатая. Так вот, ребята, в замечательном образе вот такой знак переменный ряд сходится к некоторому конкретному числу. Представляете? Если везде поставить плюсы, то тогда будет стремиться к бесконечности. А если взять перед числами, которые дают остаток 3, поставить минус, а перед теми, которые дают остаток 1, поставить плюс, то тогда будет стремиться к какому-то конкретному числу. Заметьте, вот если бы мы это знали с вами, то тогда мы сразу не просто бы поняли, что простых чисел вот таких бесконечно много, но сразу бы поняли, что и таких чисел тоже бесконечно много. Поняли, да? Это было бы сильное продвижение. На самом деле, я это школьникам рассказывал. Так что, в общем, есть шанс, что... Ну, как пойдет, посмотрим. Посмотрим, как пойдет. Надеюсь, что это мы все-таки сможем реализовать, но прежде чем мечтать об этих будущих подвигах, давайте скромно двигаться тихонечко вперед.